Начиная вторую часть этой программы, я хотел напомнить и о том, что в чикагском издательстве Bugger & Company вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк. Город и люди». На страницах вы узнаете, например, почему Нью-Йорк называют столицей мира. И это не только благодаря финансовому могуществу, которое неоспоримо, но также лидерству в послевоенной культуре, и это сыграло огромную роль. Мы познакомимся с восстановлением современного среднего класса и как Джая Билл, или солдатский закон, заложил фундамент этого восстановления. Я познакомлю вас с удивительной семьей строителей Левитт и расскажу о появлении первых современных американских пригородов. Мы пройдемся по улицам очень необычного города Левиттан. Увидим, как Нью-Йорк достиг своего рассвета в 50-е годы и проследим его скольжение, финансовую и социальную пропасть, наступившую позднее. Узнаем, кто и как спас этот город от дефолта в середине 70-х, и благодаря чему Нью-Йорк вышел из этого кризиса. Кстати, в это же время, совершенно не случайно, город захлестнула героиновая эпидемия, и мы посетим нью-йоркский район Альфабет-Сити именно в то время. И узнаем, как тогда шла торговля наркотиками, практически почти открыто. Ну и еще очень многое-многое другое. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com, выйдя на сайт, кликните Bookstore, а затем появившись в окошке, напишите Нью-Йорк, город и люди. Можно просто Нью-Йорк, можно Naxxon, этого тоже будет достаточно, по-русски или по-английски, не имеет значения, сайт распознает. Нажмите на клавишу Enter, и книга перед вами lulu.com, L-U-L-E-I-U. Ну а теперь, а теперь мы можем поговорить и с нашими радиослушателями. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире. В эфире, говорите, пожалуйста. Да, в связи с этой темой, что вы подняли, у меня есть вопрос, который связан с тем, чтобы опустить цену на нефть. И в этом смысле не только Саудовская Аравия, как вы сказали, или в смысле Арабские Эмираты и так далее, то есть эти страны. Но, в принципе, можно к этому делу и подключить Иран. И вот если Байдену и европейским союзникам удастся уговорить Иран каким-то образом свернуть ядерную программу, то, что было, в принципе, достигнуто еще где-то лет 9 назад, а при Трампе Иран опять вернулся к ядерной программе, то есть уговорить, чтобы он прекратил ядерную программу в обмен на то, что ему разрешат продавать нефть, это полностью огружится. Кстати, у Ирана много также и газа. И использовали все тот регион. И, кстати, можно даже ради того, чтобы уничтожить режим Путина и Россию, начать переговоры даже с этим Туркмен Баши каким-то образом, чтобы все эти игроки того региона начали продавать свою нефть и газ и обрушили цены. И тогда у Путина просто, Путин останется, ну, говорить так, вообще на голодном пайке. И у него не будет поступать деньги, Европа может спокойно переключиться на эти все рынки. Плюс, ну, начнем с того, что и у Америки есть жиженый газ, плюс в Израиле месторождение. Может быть, вот этот целый пакет действий, можно говорить, такая, знаете, стратегия многовекторная, она тоже, возможно, приведет не столько к, само собой, к победе в этой войне над Россией, но к демонтажу режима. Почему? Потому что Россия в этом виде, в каком она бы существовала, при каком бы правительстве, в таких границах и в таком масштабе, она всегда будет представлять угрозу и всегда будет жаждать реванша после этого поражения, которое она потерпит рано или поздно. Вот у меня такой вопрос, скажите, как действовать Америке, как действовать Западу, чтобы вот этих игроков, Туркмению, Иран, ну, там, Азербайджан и так далее, и месторождение в Израиле привлечь к этой вот борьбе против Мордора. Спасибо, послушаю Ваш ответ. Понятно, понятно, спасибо за Ваш вопрос. Что касается Ирана, с Ираном ситуация очень непростая, и есть какие-то переговоры, которые ведутся сейчас с Ираном, для того, чтобы каким-то образом вернуться в то время, когда было это соглашение. Но, в общем-то, это сделать очень сложно. И какие-то сигналы, которые поступают от наших переговорщиков, говорят о том, что Иран не согласен идти ни на какие компромиссы. И, знаете, ведь любые соглашения возможны тогда, когда каждая из сторон готова к компромиссам. И если Иран занимает некую бескомпромиссную позицию, то договориться с ним практически невозможно. Ну, посмотрим. Переговоры продолжаются. Это хорошо, что они не в центре внимания международной прессы, потому что на этом уровне переговоры должны носить характер тайный. То, что касается других стран, ну, вот обратите внимание, что когда Путин заявил о том, что он отключает Болгарию от российского газа, то Болгария восприняла это совершенно спокойно, потому что Болгария сейчас начинает получать азербайджанский газ, который проходит по трубопроводу, который был построен как раз через Турцию. И потом он уже пришел, и туда уже пришел в Грецию, там уже есть этот газ, который идет из Азербайджана. Поэтому тоже, в общем-то, монополия на газовый рынок российская, которая была, ну, практически в течение многих лет, она уходит. Уходит еще и потому, что, вы совершенно правильно заметили, что Соединенные Штаты готовы поставлять сжиженный газ американский на европейские рынки. И Германия сейчас строит огромный терминал для приема как раз американских судов сжиженных газом. И общие объемы поставки из нашей страны этого вида топлива, они должны будут равны или даже немножко превысить то, что поставляет сейчас Россия в Германию. Поэтому делается в этом направлении очень много. Но это занимает время. Это занимает время, и в Кремле хорошо понимают, что если война продлится еще несколько месяцев, ну, скажем, до конца этого года, то положение в российской экономике будет столь критичным, что они практически не смогут обеспечивать свою военную машину. И если мы с вами вспомним немножко историю, то, в общем-то, войны – это самое затратное из того, что бывает в жизни любого государства. Войны обрушивали правительство, войны вызывали различного рода кризисы, и нехватка денег на ведение войну, в общем-то, и заставляла не один раз в истории правительство соглашаться сесть за стол переговоров. И цель всех этих санкционных пакетов – единая – лишить российскую экономику возможности подпитывать войну. И поэтому Путин сейчас очень и очень торопится. Он понимает, что того времени, на которое он хотел бы рассчитывать, у него попросту нет. Ну, а все заявления о том, что российская экономика переживет, находится в хорошем состоянии, справится – ну, это все абсолютный пиар. За этим ничего нет. Мы только что с вами в этом вместе убедились. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей, это Наум. Значит, насчет нефти с Ирана. Вы меня слышите, Алексей? Да, да, внимательно. Значит, насчет нефти с Ирана. Ну, вот позвонил Игорь и сказал, давайте с Ираном. Смотрите, Игорю, я его понимаю, его, кроме Украины, вообще ничего не интересует. И в свое время он сказал, что Израиль ему до лампочки. Ну, то есть, значит, против одного монстра, как Путин, значит, его нужно санкциями давить. А вот против другого монстра, как Иран, который заявляет, что он хочет всех израильтян скинуть в море, для Игоря это нормально. Опустить все цены на нефть. Нужно открыть здесь все месторождения и начать качать нашу собственную нефть. И цены упадут. Вот и все. И ни с какими ранами нельзя иметь дело. Ну, мы только что об этом говорили, что мы ожидаем в ближайшее время появления на рынке саудовской нефти в других совершенно объемах. И появление на нефтеры рынке еще и венесуэльской нефти тоже совершенно в других объемах. Поэтому у меня такое ощущение, что где-то в сентябре мы с вами, мы же все с вами мотористы, то есть мы все с вами заправляемся. Мы увидим в сентябре, я думаю, серьезное снижение цен на нефть у наших бензоколонок. Единственный момент, о котором мало кто знает, что совсем недавно CEO компании Chevron, одной из ведущих американских нефтедобывающих компаний, заявил о том, что, судя по всему, на территории Соединенных Штатов не будет построен ни один новый нефтеперерабатывающий завод. И вот этот очень важный фактор, о котором мало кто знает и мало кто учитывает, то есть даже в том случае, если сырой нефти на рынке будет значительно больше и она будет дешевле, но те объемы нефти, которые перерабатываются на наших НПЗ, останутся практически неизменными. И это как раз может задержать снижение цен у наших с вами бензоколонок. Ну, хорошо, мы, я думаю, коснемся еще неоднократно этой темы. Спасибо за ваш звонок. Что касается Ирана, еще раз подчеркну, что всерьез никто сейчас не рассчитывает на то, что нам удастся заключить какое-то новое соглашение с Ираном по ограничению ядерной программы в обмен на это, отмену или снижение санкционного давления. Пока Иран занимает такую позицию, что говорить о том, что нам удастся с ним договориться, не приходится. Поэтому, в общем-то, тема Ирана, если вы обратили внимание, вообще нигде не фигурирует и не звучит. А вот тема Саудовской Аравии звучит все более и более громко. Опять-таки, думаю, что где-то в начале июля этого года состоится визит Джо Байдена в Ириат, и мы тогда узнаем об очень серьезных подвижках в этом направлении. Давайте сейчас послушаем вас, что вы об этом думаете. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, это Леонид. У меня вот такой вопрос. Мы когда-то добывали, я скажу, порядка 5 миллионов баррелей сутки осланцевой нефти. И добыча нефти в 2019 году была 12,2 миллиона, в 2020 на миллион баррелей нефти в день меньше. Почему бы сейчас не решить вопрос производства вот этой сланцевой нефти? У нас есть и мощности, и, значит, есть она, и запуск этих новых установок не так уж сложен. Мне кажется, что это решение этого вопроса. Хорошо, давайте поговорим о сланцевой нефти. Смотрите, проблема сланцевой нефти таковой то, что ее находится много меньше в недрах земли. Вот представьте себе хорошо знакомую нам губку, да, которой мы пользуемся. Вот примерно такая геологическая структура находится в земле. И нефть находится вот в этих ячейках. И ее просто физически намного меньше, чем в традиционных месторождениях нефти. Поэтому, когда нефтяники выходят на новое месторождение сланцевой нефти, они достаточно быстро выходят на пик. Затем этот пик добычи удерживают относительно небольшое время. А затем начинает резкое снижение уровня добычи. Поэтому сланцевая нефть, объективно, она не может заменить так называемую обычную нефть, традиционную нефть, потому что в силу геологической природы. И месторождения, те, которые мы открыли относительно недавно, которые провели революцию, называли сланцевой революцией, знаменитое месторождение Бакен, там идет сейчас неуклонное снижение роста в добыче. В силу, опять-таки, очень простой причины. Так распорядилась природа. Поэтому рассчитывать на то, что мы можем ростом добычи сланцевой нефти изменить ситуацию не в тех рынках, сейчас не приходится. Мы сейчас рассчитываем на традиционное огромное месторождение, которым обладает Саудовская Аравия и обладает как раз Венесуэла. Ну и Иран. Но Иран мы вынесли за скобки в силу понятных причин. Поэтому Саудовская Аравия и Венесуэла. Нефть в Венесуэла уже начинает поступать на мировые рынки. Это, в принципе, хорошая новость. Знаете, наше отношение к режиму Мадуро не изменилось. Он, безусловно, диктатор. Но влияние Мадуро на мировые события равно нулю. Он диктатор в рамках своего государства. А диктатура Путина влияет, конечно, на все, что происходит в мире. И поэтому мы решили пойти на то, чтобы нефть одного диктатора нанесла удар по экономике другого. Абсолютно разумный и мудрый ход. Ну, а диктаторы очень любят деньги. Как бы Мадуро не восхищался Путиным и его режимом, тем не менее, любые диктаторы обожают денежки. Поэтому, я думаю, что Мадуро таким образом нанесет очень чувствительный удар по своему предмету восхищения и обожания. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Алексей, здравствуйте, дорогой. Во-первых, хочу вас поздравить с вашим днем рождения. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. И ваши очень передачи хорошие. Очень приятно слушать. Спасибо, я буду слушать вас на радио всегда. Спасибо вам огромное. Я очень тронут вашими добрыми словами и постараюсь как-то соответствовать. Хорошо, а мы продолжаем нашу беседу. Давайте поговорим вместе с вами. Кто нас ждет дольше всех? Вот вы. Здравствуйте, вы эфире. Говорите, пожалуйста, вы эфире. Ну, что-то у нас не получилось. Хорошо. Бывает. Давайте тогда послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте, спасибо, Алон, за вашу передачу. Я боюсь, что не все так просто с этой Абонсвумен. Дело в том, что тут есть два аспекта. Во-первых, какое-то возобновление внутри политической борьбы в Украине, потому что она назначенка Порошенко. И во-вторых, русская пропаганда использует это как свидетельство того, что она лгала об этих страшных преступлениях. И тут такая грань. Дело в том, что действительно есть тенденция у пострадавшей стороны, когда такие зверства происходят. Как-то еще немножко усилить это или добавить к этому, что совершенно ни к чему, но психологически понятно. Вот поэтому тут важно подчеркнуть, она слишком педалировала то, что на самом деле происходило. Или все-таки есть какие-то сомнения во всех фактах, которые она анонсировала. Если вы могли бы тут прокомментировать это, чтобы все-таки расставить точки над «и». Ну и то, что она чужая была, это, конечно, тоже важно в смысле того, что ее отстранили. Спасибо большое. Вы знаете, если эта тема вам важна, тема Людмилы Денисовой, то информация, которую она собирала и делилась, давайте мы сделаем так. У меня, я надеюсь, в следующий понедельник будет гость с Украины. И я думаю, что мы тогда зададим этот вопрос, или я, или вы, и мы поговорим именно об этом. Потому что действительно, наверное, это важно. Знаете, это некая человеческая сторона этой войны. Кроме того, что летят ракеты, или самолеты, или стреляют пушки, есть еще и многое другое. И вот этот человеческий фактор, человеческое измерение, для меня, например, намного важнее того, что происходит с точки зрения большой стратегии. Потому что вот то расчеловечивание российской армии, которое, в общем-то, совершенно очевидно, история Бучи и других городов на севере Киевской области говорит именно об этом. Это, на мой взгляд, самое важное вообще в этой войне. Почему, как произошло. И да, обязательно поговорим о Людмиле Денисовой. Спасибо за ваш вопрос. Ну, для этого мне нужен, естественно, гость с Украины, который в теме, или которая в теме, которая разбирается в этой истории. И мы тогда получим, я надеюсь, квалифицированный ответ на этот очень непростой вопрос. Дорогие друзья, подошла к завершению эта программа. Как всегда, быстро и незаметно. И благодарен всем, кто слушал, кто принимал участие. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин